День памяти и скорби 22 июня. 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Другой вход с 23 июня – вход в приемное отделение и стационар хирургического корпуса со стороны 12 микрорайона. Юный фрилансер, нефтьюганская школьница Анастасия Медонова учится зарабатывать на своем творчестве. День памяти и скорби 22 июня. 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Сегодня по всей стране проходят митинги. Нефтьюганцы и власти города собрались у памятника воину-освободителю. Далее без комментариев. Сегодня мы преклоняем головы перед всеми, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, каждый рубеж отчизны, кто погиб в жестоких боях под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре, кто умер от голода и холода в непокоренном Ленинграде, был замучен в концлагерях, в плену и в оккупации. В этот день, как никогда понимаешь, насколько хрупок мир и насколько ценно свободное мирное небо над головой. Для нас, для наших детей, мы должны помнить каждого, кому обязан сохранение возможности жить, дышать, работать, радоваться. И в этот день, конечно же, мы скорбим о каждом. Вечная память советскому солдату, вечная память труженикам тыла, которые помогали делать все для фронта, все для победы. Эти события навсегда останутся в памяти у людей нашей страны. И никогда больше мы не допустим тех событий, которые произошли в июне 22 июня 41 года. Ваша юность была опалена жестоким огнем сражений. И мы будем помнить это. Наши прадедушки, вчерашние школьники уходили на фронт, прибавляя себе год или два. А школьный выпуск 1941 года практически весь погиб на войне. Так пусть же наша память о тех, кто подарил нам право на жизнь, кто подарил нам радость встречать каждый новый мирный день, будет чиста и вечно. Уважаемые нефтьюганцы, мы объявляем всероссийскую минуту молчания. Окончен бой, дымится ствол, боезапас расстрелян весь. Спасибо, Господи живой, теперь я знаю, что ты есть в руках твоих. Судьба моя, я не забуду этот бой. Каким-то чудом выжил я, спасибо, Отче, что живой. Нефтьюганская окружная клиническая больница. Предупреждает горожан об изменении входа в приемное отделение с завтрашнего дня. Как сообщает прислужба, нефтьюганская окружная клиническая больница уже в среду привычный вход в приемное отделение и стационар хирургического корпуса номер 2 будет закрыт. С 23 июня, то есть завтрашнего дня, вход в приемное отделение стационара у нас переносится на другую сторону корпуса со стороны 12 микрорайона. Связано это с тем, что у нас проводятся ремонтные работы в этом корпусе, в том числе ремонт входной группы. Для ориентира это вход в бывшее родильное отделение со стороны 12 микрорайона. Сюда же приносить передачи пациентам. Отметим, посещение больных из-за карантина сейчас запрещено. Ремонтные работы по замене входных групп планируют завершить через две недели. Как проводят лето подростки? Все с нетерпением ждут теплой погоды, чтобы отдохнуть от учебы, но не нефтьюганские школьники. Для них эти три месяца – прекрасная возможность подзаработать и самореализоваться. Этим летом Центр молодежных инициатив планирует организовать 550 рабочих мест. Центр молодежных инициатив ежегодно трудоустраивает подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Прошлый год стал исключением из-за пандемии. В 2021-м ребята вновь подают документы, чтобы провести лето с пользой. Работают 4 часа в день, выбирая удобное для себя время – до обеда, либо после. Для ребят представлено несколько направлений. Самое востребованное – вожатый. Дворовая педагогика, то есть команда нашего двора. У нас подростки работают помощниками вожатых, проводят игры с детьми на площадке. И архивные работы, то есть это работа в помещении с документами. Учатся подшивать документы, заполняют разные журналы. Также кто-то выбирает озеленение, помогают высаживать цветы, ухаживают за ними, поливают и вычищают клумбы от сорняков. Также в этом году был организован экологический трудовой отряд, где ребята убирают улицы от мусора. В июне официально трудоустроено 230 подростков. В июле и августе планируют набрать по 160 школьников. И как выяснилось, некоторые нефтьюганские подростки умеют зарабатывать без официального трудоустройства, работают сами на себя. Анастасия Медонова рисует на заказ рисунки и шьет броши. Как получается продвигать свой бренд и искать заказчиков, смотрите в сюжете. На рисунке рыжеволосая девушка. Выглядит профессионально, хотя Анастасия никогда не занималась с педагогами. В более юном возрасте ей отказывали в художественных школах, аргументируя отсутствием таланта. Тогда занялась игрой на фортепиано, но рисовать не забросила. Я люблю этим заниматься, мне это нравится, и я не вижу никаких причин от этого отказываться. Нет таланта – это очень глупая была отговорка для отказа. Я не знаю, что не понравилось педагогам, но я считаю, что таланта нет. Есть только время, которое ты вкладываешь в свою работу и в самосовершенствование. Уроки на ютубе, книги об искусстве, советы знакомых профессиональных художников, а главное – желание творить. Сначала на бумаге, а сейчас – освоение планшета. В 11 лет мне подарили первый планшет, небольшой, прям совсем маленький, простой. И я училась на нём рисовать. К планшету, конечно, было привыкать очень сложно. То есть непривычно ты смотришь на экран, а не в лист перед собой, как это, в скетчбуке. Возможностей на нём больше – цветовая палитра, текстура, кисти, деление на слои, а также кнопочка отмены, если что-то пошло не так. Анастасия пробует разные техники, создаёт фан-арты к любимым книгам. Что угодно можно монетизировать. И если мне нравится это делать, и это может приносить мне дополнительный доход, то почему бы нет? И мне самой было бы интересно поработать над какими-то, может быть, интересными заказами, предложениями. То есть иллюстрация к книге, например, или к фильму. Или нарисовать какой-то постер. Ведёт страницу во Вконтакте и Инстаграме, публикуя свои работы и прайс. Пока всего несколько заказов в месяц, но это дело времени. Недавно занялась созданием брошек из фетра, на продажу осталось две. Скоро создаст портфолио с 15 рисунков и будет продвигать свои аккаунты. Мне очень нравятся картины Климта, один из любимых моих художников. Мне очень нравится его работа с цветом, его палитры и мелкие детали в его картинах. То есть это очень вдохновляющая вещь, и, думаю, поцелуй – это самая известная его картина. И решила попробовать сделать что-то подобное. Такого заработка трудоустроилась в ЦМИ, чтобы как можно скорее собрать необходимую сумму на новый планшет. Поступать собирается на филологический либо в театральный, параллельно занимаясь искусством. Алина Ширина, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск». Госавтоинспекция «Нефтьюганска» принимает участие в проведении окружной профилактической акции «Безопасное лето», которая продлится до 25 июня. В рамках акции полицейские проведут профилактические беседы с детьми и взрослыми в жилых зонах, во дворах, на детских площадках. При проведении мероприятий детям напомнят о правилах безопасного поведения при переходе проезжей части в микрорайонах и по пешеходным переходам. А также проинформируют родителей и законных представителей о последствиях бесконтрольного нахождения детей на улицах города. 23 июня пройдет профилактическое мероприятие «Пропусти пешехода», а 25 июня – «Безопасные велопрогулки», в ходе которых детям и родителям будут вручать тематические памятки, буклеты, светоотражающие значки, брелки и наклейки. На предстоящих выборах всех уровней, которые пройдут в этом году в сентябре, в округе не будет применяться голосование через интернет, так же, как и голосование в дворах, которое отменили из-за роста заболеваемости ковидом. Зато это будет самая масштабная избирательная кампания за последние годы, заявил председатель окруждома избиркома Денис Корнеев. На выборах будут применяться профилактики распространения коронавируса, а также трехдневные выборы, как во время общероссийского голосования за Конституцию. Это позволяет разделять потоки избирателей и избавиться от очередей, а также подобрать для себя подходящее время визита на участок. Традиционно будет проводиться досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных территориях региона и голосование на дому. Кроме того, в этом году на всех избирательных участках будет вестись видеонаблюдение не только за процедурой голосования, но и за хранением бюллетеней, в том числе и ночью. Впервые на выборах депутатов Думы округа будет применяться технология «Мобильный избиратель» и QR-кодирование. Активно в этом процессе будут участвовать общественные наблюдатели региона. Каждому избирателю предстоит опустить ворну для голосования от 6 до 8 бюллетеней в зависимости от территории. Для участия в осенних выборах в Югре зарегистрировано 32 политические партии, 19 партий имеют региональное отделение. Началась процедура выдвижения и регистрации кандидатов. Мигрантам продлили время пребывания в России. В силу вступил указ президента Российской Федерации от 15 июня этого года. Куда обращаться с вопросами о патенте и разрешении на работу? Расскажем далее. До 30 сентября включительно работники и иностранцы могут по-прежнему получать или продлять патент и разрешение на работу в упрощенном порядке. Для этого необходимо обратиться в территориальные органы МВД России, составленном в произвольной форме заявлением об урегулировании своего правового положения. Это касается граждан всех государств, не имеющих по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания в России. За консультацией обращаться в отдел по вопросам миграции по городу Нефтьюганску. Телефон 22 37 87. Проверь свой ВИЧ-статус. 25 июня в Нефтьюганске можно будет пройти экспресс-тест на наличие в организме вируса иммунодефицита человека. Сдать экспресс-анализ можно будет в пятницу возле городской библиотеки с 3 до 5 вечера, а также получить консультацию специалиста спидцентра. Сама процедура анонимная, быстрая, безболезненная и без забора крови. Анализ берется палочкой, которую проводят по деснам. Специалисты уверяют, такой метод тестирования не менее эффективен. Как показывает статистика, положительные результаты на ВИЧ выявляют в каждом городе. Если выявить заболевание на ранней стадии, начать вовремя лечение, то спид, как последняя стадия, может не наступить. Никогда. И в завершение выпуска традиционная рубрика «Окно в город». Субтитры создавал DimaTorzok На этом все. Смотрите на социальных сетях и делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23 77 47. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok